привет с вами алла клеменко это канал аллое счастье и сегодня я безумно рада приветствовать своего гостя это я убеждена что для многих подписчиков моего канала очень известный человек и глубоко уважаемые как и глубоко уважаемый мною это александр полиенко здравствуйте александр как ваши дела хорошо я очень рада что сегодня мы с вами встретились и мы можем поговорить на тему трансформации на тему перехода на тему чего-то нового в жизни людей потому что как я так и вы мы занимаемся тем что мы рассказываем какие-то делимся своими знаниями делимся своими методиками с целью вот скажите с какой целью вы это делать ну я это делал чисто эгоистично для себя получается когда ты общаешься с людьми ты через резонанс можешь смотреть насколько то что ты даешь работает или не работает ну и плюс ко всему как я уже всегда говорю честность превыше всего и насколько ты честен самим собой настолько ты можешь разобраться где у тебя минусы где у тебя плюсы что усиливать а что преобразовывать и поэтому в момент того когда я делюсь с кем-то своим опытом ну как правило это грабли на которые наступаешь и шишки которые набиваешь то я при этом рассказываю каким образом я решал ту или иную проблему и может быть это не идеальный метод но для меня он был лучше смотреть на вопрос честности для меня тоже он первоочередный даже когда-то писал об этом пост что все начинается с честности к себе в общем если ты не честен с собой то мне кажется это как знаете пристройка как балкон мы с вами видели такой когда настраиваешь нагромождаешь и это в общем не про суть не про настоящее а как быть честным с собой первое с чего нужно начинать со страха то есть когда мы честно признаемся в своих страхах тогда мы идем в новизну если мы страхи берем как за догмы у нас честности не будет даже если мы искренне будем верить что мы честны с самим собой потому что я одно время был честен с собой был очень духовным правильным не знаю даже сказать категорично идеалистичным и за счет этого у меня все делилось на черное и белое добро зло и это было относительно моих приоритетов а приоритеты были узко направлены в том коридоре разрешительной системы которым не было и конечно когда я понял что я очень ошибался и я двигался в правильность но не в любовь то в общем то для меня это был как стресс и когда я начал расширяться и принимать мир таким как он есть для меня ну скажем была внутренняя война потому что то что я до этого отсекал и считал что это плохо и искренне в это верил и честно в этом признавался но просто оказалось что я был как те духовные люди когда собрались хорошие по убивали всех плохих и конечно же мне нужно было в первую очередь образно говоря не убивать этих плохих а принять их такими какие не есть а потом оказывается что в принципе со своей духовностью я больше выглядел как плохой чем они которые не принимал да это слушайте это очень интересно потому что я тоже проходила такой этап и я очень хорошо понимаю чем вы говорите но наверное так как неизбежные ступеньки по которым все идут или у всех по-разному ну наверное кому-то везет больше кому-то везет меньше и кому-то в детстве это все закладывают кому-то скажем когда он получает образование это приходит я наверно наступил на все грабли на которые можно наступить то есть я от глубокого атеиста жестко категоричного прошел через все стадии там вплоть до религии эзотерики целительства ну не знаю там всех 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 моментов йоги там вегетарианство аскезы и всего остального и вышел на более-менее нормальный здраво воспринимаемый мир который в принципе многими людьми которые находятся еще в пути в котором я когда-то был но не принимается и когда я начинаю какие-то вещи выдавать которые за гранью их понимания за гранью их честности и рамок которых они себя содержат то конечно же у них идет или агрессии или отторжение того что я даю но я наверное специально делаю таким образом чтобы люди узнавали где у них больно чтобы либо от этого отказаться им либо с этим про поработать а как вы думаете вот от одного этапа к другому грите на грабли наступали то есть нас как бы переводят грабли на другой этап или бывает иначе ну на самом деле грабли есть иначе но так как правило не получается потому что иначе это быть настоящим а когда ты зашорен когда ты в рамках когда ты в правильности когда ты в ограничениях когда ты в категоричности и она для тебя кажется незыблемой но игру идеализация и вот эта идеализация она блокирует и когда ты через него проходишь но это достаточно больно и первое станет депрессия суицидальное состояние понимание того что жизнь как-то не рука радует до что ее нет и смысла нет а на самом деле рухнули твои старые законы твои старые приоритеты а на их место приходит что-то новое и прекрасно если ты не цепляешься за эти старые законы приоритеты то в принципе жизнь прекрасна но приходится проходить через этап где тебе крайне дискомфортно и неудобно что то что ты ценил это что для тебя было важным оно стало тленным то есть для всех кто сейчас проходит через сложные этапы в жизни это хорошая новость я бы так сказал наш мир построен по законам преодоление но это когда ты чему-то учишься и заводишь это на рефлексорику то есть если ребенок рождается у него есть базовое состояние где потенциально он может чего-то достичь но если в определенном возрасте он не начнет говорить или не начнет ходить то у него нейронные связи не сформируются и скорее всего он потом этого уже сделать не сможет а если сделать это будет мягко говоря ну не очень эффективно и не максимально так как могло бы быть если бы это началось в самом раннем возрасте поэтому могу так сказать что у нас у всех есть потенциально возможность получить максимум но фактически мы проходим через уроки где оглядываясь назад думаешь ну как я мог быть таким человеком как я мог так поступать и как я вообще мог с этими людьми дружить или как я мог этого не видеть но с позиции этих новых законов ты получается оцениваешь прошлое и тебе нужно по-любому это принять как ну как я мог быть в садике играться этими игрушками ну потому что был маленький эти игрушки для тебя были ценностью самое главное чтобы когда тебе стало там 20 лет ты не продолжал играться игрушками из садика и если тебе этих игрушек не додали в садике то тогда как у майкла джексона он построил там себе детские аттракционы пошел этого недополучил точно так же как он недополучил материнской любви и в результате он ненавидел свою внешность и это всего лишь на все базовые вещи которые нам закладываются с детства и когда мама к примеру нам дает любовь при этом когда она любит себя и потом от избытка любит нас до до трех лет у нас формируется базовое состояние любви к себе и относительно этого базового состояния мы уже любим окружающий мир и если к примеру мама не любит себя и у нее там корыстные цели удержать папу либо создать условия чтобы она рожала много детей и спрятаться за детьми или еще какие-то моменты то это приводит к тому что дети недополучают вот эту любовь потом они ее формируют и создают свои жизни по уходу действия это значит они грубо говоря проходят через все грабли и шишки которые можно набить вообще в этом мире а так как у тебя базового состояния нет то ты не можешь оценить что плохо что хорошо и идешь там где правильно и как правило там засада и тебя обманывают всевозможные духовные практики или всевозможные гуру или всевозможные религии и потом если ты скажем трезво мыслишь и умеешь говорить нет или научился говорить нет то ты отсеиваешь то что тебе не нужно грубо говоря зерна от плевел а если ты ну скажем не обладаешь энергетикой то ты просто уходишь в фанатизм где-то либо в алкоголь наркотики либо в ненависть к окружающему миру мне очень нравится ваша прямолинейность и мне очень нравится ваша на за в каком-то лучшем смысле до слова категоричность о которой мы говорили и мне кажется это прекрасно потому что это такой сильный показатель того что вы знаете чего вы хотите и вы себя любите достаточно чтобы жить так как вы хотите знаешь а когда мне задают вопрос каковы мои приоритеты я ну очень нагло сейчас могу заявлять что нам нужно ограничивать себя в этом мире потому что если мы будем распыляться и мы захотим быть и физиком и химиком и рыбаком и космонавтом и там бодибилдером или там полиглотом то мы не будем никем и я для себя ну взял базовые моменты которые ограничивают мою жизнь в коридоре в котором бы я хотел жить то есть я не смогу полностью быть всем потому что на все нужно уделять время если ты хочешь в этом чего-то достичь а это значит кайфануть от этого всего ты должен туда ну как-то глубже войти и я для себя решил что первое главное для меня оставаться мужчины во всех отношениях чтобы там ни было вот второе чтобы я был не просто мужчина счастливым мужчины третье здоровым четвертое сексуальным пятое богатым четвертое получается красивым как это не высокопарно звучит красота это все равно доброта то есть созидательно думать созидательно говоришь созидательно действуешь от сердца в принципе тогда она у тебя есть потом идет молодость насколько это возможно долголетие насколько это возможно и обязательно любовь насколько это возможно и обязательно чтобы это все происходило удовольствие и когда я для себя ставлю вот эти приоритеты они заходя на подсознание начинают отсеивать те вещи в которых нет тех ингредиентов создающим усиление каждого из пунктов которые я сказал круто знаете на днях прочитал интересную фразу что если ты нравишься всем скорее всего ты не нравишься себе и соответственно если от этого можно пойти от обратного что скорее всего если нравишься себе и любишь и ценишь себя ты многим людям будешь не нравиться как у вас с этим ну то есть очень круто мне очень нравится что я не нравлюсь проект порядка 85 процентам людей которые живут на планете то есть они меня физически не могут переваривать и и комфортно себя чувствуешь замечательно я прям кайфу от этого что я могу вот эти 85 процентов убирать из своей жизни своим поведением своим отношениям своим мировоззрением своей коммуникации и даю эффективно знать им что я такой чтобы они могли уйти в ту дверь которая всегда открыта для них то есть принцип заключается в том когда ты заявляешь свое мировоззрение свою позицию соотношения к жизни и заявляешь это достаточно твердо и прямолинейно то те кому это не подходит им нет смысла с тобой находиться рядом а тебе нет смысла тратить свое время и силы на то чтобы их убедить в своем мировоззрении либо уговорить чтобы они вместе с тобой думали делали так как ты хочешь жизнь настолько коротка что и в ней нужно просто выбирать лучшее из того что тебе нравится поэтому я довольствуюсь 15 процентами и мне от этого хорошо я на тренге говорю если вам как-то отзывается то что сейчас говорю поднимите одну руку если прям супер отзывается две руки и если вот прям говорите я говорю что то что как думаете вы встаешь поднимаешь две руки вот я прям стою с вами держу две руки абсолютно с вами согласна хотя к этому прийти это тоже как бы для меня у нас у всех есть состояние где зона дискомфорта когда мы выходим в состоянии где у нас идет конфликт конфликт это когда ты начинаешь конфликтовать со своими законами а у нас при расширении нам приходится расширяться все время увеличивать приятие все время и для этого нужно конфликтовать с самим собой чтобы те старые законы которые на тот момент были очень новыми прекратили существовать и ты вышел на другие законы которых ты еще не знаешь но я как говорю что в каждом из нас должно быть очень много любви а любовь формируется через приятие ну приятия себя и насколько ты принимаешь себя настолько ты принимаешь мир потом доброту но у меня доброта звучит как созидательное мышление и действие относительно этого мышления и потом уже идет любовь при том любовь не та которую все думают как отношении мужчины и женщины а именно любовь как новизна развитие движение вперед и неизвестность которую ты будешь идти так вот эти три компонента они связаны между собой и приятие все думают что ты такой раз и принял все нет ты конфликтуешь с окружающим миром потому что твои законы не подходят к тому с чем ты сталкиваешься и образно говоря этот ключ не подходит к тому замку который ты собираешься открыть и тебе нужно сделать тот ключ который откроет именно эту дверь а каждая следующая дверь требует своего ключа и поэтому ты все время делаешь эти ключики для того чтобы открыть себе новизну но для тебя это конфликт потому что хочется взять один универсальный и открывать все двери двигаться без остановки но этот мир создан таким образом если мы не будем физически что-то делать руками ногами телом она атрофируется если мы не будем напрягать свои мозги они атрофируются то есть если мы не будем ничего делать или будем делать только какие-то рефлексорные вещи мы будем атрофироваться деградировать и становиться ненужными этому миру вот и все мне нравится ваш подход к информации можем об этом немного поговорить к знаниям мне нравится идея того что вы говорите когда приходит новое знание рушится старое знание и часто после тренингов или после мероприятий на которых сначала получаешь много вдохновения много новых знаний потом как начинает все рушится до начинает идти этот спад ну скажем так я бы сказал не спад а идет замещение мы берем и делаем скажем переоснащение нашего цеха мы выносим старые за станки и заносим новый при том мы тратимся на то чтобы остановить производство потом вынести старые станки потом закупить новые потом их установить потом научиться на них работать и потом начать выпускать продукцию и только потом начать получать прибыль и в нашу жизнь точно так же у нас когда старые станки старые законы мы убираем новые еще нужно суметь занести она это еще на потратить определенную энергию тире финансы а потом еще их нужно освоить понять с какой стороны к ним подходить и что они могут а что они уже не могут относительно тех которые были и потом уже выдавать нечто как продукт а как вам кажется вот сейчас необычное время и я сейчас говорю не только про коронавирус а говорю просто про глобальный переход который очень многие люди чувствуют и возможно не все об этом знают и не все чувствуют но этот переход идет это тоже связано с тем что меняются законы и мы трансформируемся или все же это что-то другое как вы считаете я буду разочаровывать всех кто нас слушает переход идет всегда и когда люди перестали ходить пешком мы освоили взаимодействие с лошадьми они думали вау когда они лошадей начали запрягать в телеге и в кареты ездить верхом они думали вау потом появились какие-то автомобили непонятные они сначала где-то были в малом количестве потом их становится больше потом больше и они тоже похожи были на непонятные кареты или велосипеды потом изобрели паровоз и каждый раз когда люди что-то изобретали они думали вау какие мы молодцы мы живем во время перемен вот ездили все на лошадях теперь у нас машины или там все ходили пешком а тут вдруг у нас появились какие-то самолеты да они выглядели смешным с позиции нас но на тот момент это было круто и каждый раз когда у нас что-то появлялось компьютеры мобильные телефоны мы думали вау в какое время мы живем но когда наши дети и внуки будут смотреть на нас и будут думать как же они очень выживали в этом очень ну скажем мире где каменный век и где совершенно старые технологии потому что сейчас идет время когда мы будем уже пользоваться гравитацией мы будем уже отказываться от бензиновых двигателей и от того привычного состояния которое у нас есть с кпд ну в лучшем случае в 20 процентов и когда мы будем получать там кпд под 500 процентов то конечно все будут сначала в шоке а потом поймут что к сожалению или к радости мы перешли на новый этап и поэтому когда я вот привожу пример я был в екатеринбурге и ходил в монастырь который нам много рассказывали и рассказывали что когда его образовывали то две монашки сходили в москву для того чтобы подписать документы о образовании нового монастыря и на это они потратили три года то к примеру из москвы в екатеринбург можно слетать за день сделать все дела и еще вечером сходить в ресторан то есть вопрос ускорения он настолько масштабные сейчас компьютеры могут обрабатывать такое огромное количество информации что мы раньше бы на это тратили тысячелетия а сейчас мы это делаем там за час но есть определенный минус уже в ближайшее время искусственный интеллект станет таким что мы станем мягко говоря амебами либо там одноклеточными относительно скорости обработки информации и значит он будет умнее нас и мы будем уже управляемыми им они самими собой но сейчас вы согласны что нужно очень аккуратно подходить к информации которую мы получаем просто ее становится больше потому что появляется много экспертов здесь вопрос заключается не в том какая информация в том сколько у тебя любви то есть насколько ты настроен на будущее настолько у тебя эффективно идет отбор именно тех деталей которые тебе нужны на твой автомобиль и они туда подойдут станут будут эффективно работать если же человек начинает там на свой mercedes покупать колеса от беллаза потому что они большие и он думает что надо все делать масштабно то конечно у него куда-то поехать не получится на этих колесах поэтому важно чтобы все могло стыковаться одно с другим и насколько люди обладают еще раз хочу сказать любовью они правильностью тогда и колеса и двигатель и водитель и машина будут в унисон а когда у людей догмы в которых они находятся правильности относительно которых они живут то конечно же к сожалению будет грустно и печально к сожалению и опять же буду говорить что на сегодняшний день количество людей которые осознают происходящее ну мне хочется сказать три процента но наверное не более одного есть люди которые делают так чтобы соответствовать происходящему это будет три процента есть люди которые хоть немножко понимают что происходит это 15 процентов есть люди которые живут и просто выживают повседневно утром вставая вечером ложась спать и выполняя какие-то свои базовые физиологические потребности и заполняя информационную среду непонятно чем мы именно пропускаем через себя потоки информации которая создает условия чтобы она хоть как-то нас меняла потому что мы созданы именно для развития они себя не развивают а получать ту информацию которая не делает их счастливее богаче моложе добрее красивее и не увеличивает любовь и к сожалению периодически происходят перезапуски и создаются условия чтобы какое-то количество людей которые не прошло этап трансформации и выхода на более высокочастотные вибрации они уходят из жизни либо создают все условия чтобы задержаться здесь разрушает то новое которое приходит задача интервью всех которых я делаю состоит в том чтобы сделать людей хотя бы немного счастливее чем до того как они увидели это интервью мы их счастливыми сделать не можем к сожалению или к счастью но люди могут сами сделать для себя какие-то выводы как вы думаете как бы мы могли кстати не уверена что прям счастливее это сделает кого-то то что сейчас прошу и может сначала показаться что это сделает несчастным но все же как понять на верном ли я пути вот те зрители которые сейчас смотрят часто же бывает что кажется но я же честный с собой но разве нет я честный с собой но я вот так живу александр это говорит но вот я так живу мне ну типа да я этими законами пользуюсь как перепроверить насколько это аутентично насколько это вот по-настоящему если какая-то не за может это какое-то чувство внутри или может это не какое-то отражение извне как вы думаете можно это как-то для себя то есть поднять уровень осознанности относительно того насколько я с собой честный ну тут много может быть лакмусовых бумажек и одна из них это насколько ты с удовольствием утром просыпаешься то есть когда ты просыпаешься и тебе кайф что ты проснулся и неважно там 6 утра 7 утра 8 утра хотя отличное настроение хочется куда-то бежать чем-то заниматься у тебя куча идей у тебя планы у тебя интерес у тебя желание то значит ты наверное более менее знаешь куда идти и у тебя есть возможность выполнять ту программу ради которой ты сюда пришел как я уже говорил счастье это эмоциональная независимость от мнения других людей мы конечно не можем полностью перестать зависеть эмоционально от мнения других людей но я бы так сказал научиться хотя бы не зависеть эмоционально от 85 процентов людей которые с тобой не в унисон потому что если ты живешь и думаешь о том как о тебе подумают как и что о тебе скажут и как тебе отнесутся и не будешь ли ты выглядеть как фейковый ты всегда будешь выглядеть как фейковый если ты идешь в развитие потому что те кто жили и пользовались счетами и у них нет желания куда-то двигаться дальше то тот кто изобретал калькулятор он был фейковым для них и когда он принес этот калькулятор то им было очень некомфортно потому что им нужно будет переучивать как физически так и умственно себя с работы в работе с калькулятором поэтому когда мы говорим о счастье то мы будем говорить о наборе составляющей счастье потому что если человек счастлив и беден на мой взгляд она врет себе если человек счастлив но болен он тоже врет себе если человек счастлив но одинок он тоже врет себе то есть здесь очень много ингредиентов которые будут показывать насколько он счастлив а когда человек говорит ну не в деньгах счастье и говорю однозначно не в деньгах а в том насколько у тебя есть интерес желание цели которые могут полностью быть закрыты твоими финансами а если ты не имеешь настоящих желаний цели то тебе никогда бог не нас этих финансов а если ты идешь со знаком минус то да бог даст тебе эти деньги но они не принесут тебе счастье чем больше чтобы их тратишь трать на себя либо воровать либо через коррупцию либо через офшоры водить тем хуже ты будешь себя чувствовать потому что там есть обратная сторона медали делайте добрые дела и сторицу и вам вернется то сделайте то что будет создавать добро конечно же относительно твоих законов мировоззрения ценностей а значит поступайте с другими людьми так как бы вы хотели что поступали с вами будь вы на их месте имея их законодательную базу их отношение к миру и понимание того как поступать потому что скажем так когда ты общаешься с кошечкой или собачкой или с обезьянкой если ты хочешь их отвести в театр или показать им произведение искусства ты явно ошибаешься потому что это не их дело а если ты кошечке дашь молочка или дашь возможность погонять мышей а собаки дашь кость и дашь возможность послужить там и побегать за палкой то они будут счастливы то есть у каждого есть определенная программа и нужно не заставлять этих людей жить какую-то другую программу но вопрос в том хотят ли они вообще даже свою программу прожить и я еще раз хочу сказать что 85 процентов людей не хотят жить свою программу они хотят пользоваться и быть инертными и это их выбор и всего лишь 15 вы считаете это те кто в поиске я бы так сказал у тех у кого теоретически может получиться и это нормально скажите а у вас в жизни были ситуации когда вы были в депрессии и когда ничего не получалось регулярно просто регулярно я недавно читала такое исследование несколько исследований относительно людей бедных и богатых и оказывается что те люди которые бедные у них там есть очень много составляющих это в продолжение того что вы говорили о счастье если ты счастливый но бедный счастливый но не здоровый как бы давать больше вопросов себе туда и оказывается что люди которые бедные они правда чувствуют себя менее счастливыми и они правда ведут себя по-другому и это сказывается на их настроение там уже непонятно это настроение приводит к этому в общем как выходить из таких ситуаций что помогает вам из этого выходить как вы их проживаете какие шаги вы делаете для того чтобы продолжать свой рост но первое главное когда это наступает я знаю что это уходят старые законы потому что нами управляют эмоции чувство и спокойствие эмоции родом из прошлого чувство родом из будущего а спокойствие родом из настоящего и когда у тебя идет переход то те поступки те слова те мысли те желания которые ты не проявил вовремя они должны выйти в виде негатива и чем меньше у тебя не сделанных каких-то вещей чем меньше у тебя не высказанных слов чем меньше у тебя несовершенных поступков тем легче у тебя переход да у тебя в лучшем случае в самом лучшем случае будет пустота во время перехода в самом худшем случае ну ты покончить жизнь самоубийством потому что эти законы захотят жертву приношения тебя и они мысленно а так как они есть мысли твои законы они мысленно тебя заставят что-то сделать с собой а если ты проявился и был самим собой даже если ты проявлял агрессию ненависть депрессию или обиду или доброту или какие-то другие качества но при этом ты был над собой знал что это проявление законов они тебя конечно им будешь управлять и создавать условия чтобы они уходили и у меня самая эффективная возможность проходить эти регулярные переходы из одного уровня на другой это готовность умереть когда ты готова умереть а там же принцип какой счастливый человек который выполняет то что он думает то что он хочет то что он планирует то что ему нравится то куда он стремится и он максимально туда вкладывается и готов будет хорошо не будет ну и ладно он внутренне всегда готовы умереть у него спокойное состояние потому что наше подсознание говорит не выполнил программу там спросят выполню программу там наградят и люди которые подстраиваются обижаются врут предают они боятся смерти потому что когда они туда придут они подсознательно понимают что они не сделали то ради чего они сюда пришли и когда одна медсестра задавала вопросы людям которые уже были ну скажем перед смертью все говорили я жалею только о том что я не делал то что я чувствовал а делал так как правильно вот и все да я с вами согласна и часто когда мы начинаем жизни применять все эти вещи начинать сильно трансформироваться и многих начинает пугать то есть теперь я ну то есть там много разных этапов для начала для того чтобы делать то что я хочу нужно понять чего я хочу для того чтобы проявляться как мне хочется нужно осознать принять что эти чувства есть во мне и это опять все идет к честности здесь вопрос умение для себя поставить приоритет и но мой опыт скажем большой относительно того возраста который у меня есть он дает ну скажем концентрат вот этих выводов так вот то что у нас забирает жизненную силу много всего но основные параметры это эмоциональная радость это гордыня и значимость и это спешка если эмоциональная радость нас убивает практически полностью она просто нивелирует вообще все к чему вышли и чего вы стремились добиться она просто из вас делает ну труп гордыни и значимость разрушает скажем ваши способности ваше умение вашу ценность а спешка просто разрушается бытийность и если вы хотите понять что для вас важно уберите спешку а для того чтобы убрать спешку начните получать удовольствие от здесь и сейчас любого действия которые вы совершаете пьете чай моете посуду убираетесь дома вносите мусор общаетесь с друзьями там смотрите телевизор слушайте музыку но для этого выбирайте лучшее из того что можете позволить здесь сейчас и это будет создавать энергию удовольствие на которой вы будете переходить на следующий уровень и будет формировать еще больше энергии возможности которыми вы будете пользоваться что такое спешка это нежелание получить в будущем лучше и тогда человек начинает суетиться и спешить он в этот момент не получает удовольствие так как на энергию удовольствие строится все и он в будущее приходит без ресурса и в принципе это есть результат того что у него нет глобальных мечтаний желаний и целей все как только он эти мечты желаний цели имеет и у него привычка подумал сделал сказал реализовал захотел выполнил в принципе у него жизнь праздник всегда да со спадами подъемами ноги без кредитом дает всегда положительный сайт а можем про вас на остальных элементов поговорить мы про спешку поговорили гордыня разрушает вы говорите да гордыня сама по себе это всего лишь навсего когда ты выполнил из домашнего задания от 10 до 30 процентов и начал себя ассоциировать с этим и тогда оставшиеся 70 они разрушают все остальное потому что не были применены по факту если ты сделал все до конца как есть ты никогда не гордишься тем что ты профессор что ты художник что ты экстрасенс что ты там не знаю еще кто-то ты просто человек который делает любимое дело и получает от этого удовольствие а эмоциональная радость это когда заходит энергия а ты к ней не готов и тогда срабатывает спускной клапан он выпускает эту энергию наружу и она формирует неприятности проблемы и падения которые соответственно твоему внутреннему состоянию сформируют событийность и твое здоровье скажите вот мы много о том о чем сейчас говорим много задеваем духовную сторону доброту любовь это прекрасные качества и я точно также как и вы убеждена что не очень важны есть другая сторона эта сторона смелости сторона то чем начали с вами говорить внизу когда пили кофе перед этим интервью а как найти вот баланс между этими вещами нет баланс смелость это вот то что я называю идти в неизвестность а это значит нарушать законы вот тебя законы были учиться в первом классе такая берешь и переходишь во второй потом у тебя законы 2 класс ты переходишь в 3 то есть ты занимаешься одним делом ну скажем художника потом ты берешь и пишешь там стихи или ты там ел первое блюдо ты начинаешь есть второе блюдо ты питался в кафе потом ты начинаешь там питаться в ресторанах ты ходил пешком потом начинаешь есть на велосипеде потом ты начинаешь ездить на машине это для тебя стресс потому что ты не умеешь водить велосипед ты еще не умеешь водить машину и для этого нужно но приложить усилия, потратить энергию, время, и ещё неизвестно, у тебя получится или нет. И вот это и есть смелость пробовать новое. Я, наверное, больше говорю о том, что я хочу найти какой-то баланс и соединить две части, какую-то, мы можем сказать, более духовную и более какую-то человеческую. То есть я сейчас как раз имею в виду, что, несмотря на то, что мы с вами об этом начали говорить, что у вас есть своё видение, вы готовы отстаивать свои цели, вы готовы отстаивать свои границы, вы смело говорите о том, что вы хотите, но при этом это на любви, то есть при этом это на радости, у вас есть свои приоритеты, но при этом это как бы воедино сложенные вещи. Я бы так сказал, желание учиться, познавать, двигаться в новое и понимание того, что какие бы у тебя идеальные законы ни были на сегодня, они будут относительно завтра в детский сад. Вот и всё. Они будут относительно завтра счётами для калькулятора, а калькулятор потом будет детским садом для компьютера и до бесконечности. То есть надо понимать, что каждый самый высокий уровень, который ты сегодня имеешь, это вообще ничто по сравнению с тем уровнем, который будет завтра. То есть любое пирожное сегодня, оно не является самым лучшим пирожным, которое ты съешь, потому что завтра, послезавтра, послезавтра всегда будет лучше. Вот когда ты добиваешься самых максимальных задач и целей и успехов, ты понимаешь, что это всегда, всего лишь на всего ступенька, и следующее будет лучше, круче, а это ничто. И вот этот момент, он двигает тебя в смелость и желание из первого класса переходить во второе, из второго в третье, и после десятого класса идти в университет, после университета идти дальше, и это бесконечный процесс. И пока мы проделываем всё, что у нас есть так, как мы чувствуем, даже ошибаясь, но с благодарностью двигаемся в новизну, то есть в любовь, и искренне сами собой, то это создаёт вот то, что я называю улучшение вашей жизни, омоложение, оздоровление, продление и эффективность его. И если ты не лезешь в спасение тех, кто не собирается туда идти, а это слив, вот, и мы осуждаем других людей только потому, что хотим отработать их проблемы и не двигаться дальше. Мы спасаем слабых, слабые это те, которые не берут на себя ответственность и хотят, чтобы за них всё сделали. Только по одной простой причине, мы не собираемся двигаться в новое, у нас нет задачи, целей, мечтаний и желаний, которые могли бы нашу энергию ввести туда, и как говорил по этому Серафим Саровский, стяжайте благодать Божью, и тысячи вокруг вас спасутся. Хочешь спасти мир, сначала спаси себя. Хочешь изменить кого-то, измени себя. То есть изменения твои приводят к изменению окружающего мира. И если люди начинают лезть к кому-то, но ещё не сделали что-то с собой, я считаю, что вот это наша самая большая проблема, потому как если мы меняем себя, люди автоматически меняются вокруг нас. Наверняка вы слышали, что самое длинное исследование о счастье говорит нам, что счастливыми нас делают взаимоотношения. Ну, конечно, не их само наличие, да, то есть это не то, что у тебя должен быть муж или жена, или партнёр, а их качество. Я знаю, что вы эксперт счастливых взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Давайте об этом поговорим. Слушай, ну когда говорят эксперт, я сразу говорю, наверное, нет, и есть, наверное, люди, у которых намного всё лучше получается. Я могу всё рассказывать относительно своего опыта, относительно опыта моих клиентов. Я пришёл к такому выводу, что отношения – это всегда любовь. Отношения – это любовь, которая пришла через приятие и доброту друг к другу, и дозированная доброта, которую мы даём друг другу, ибо можно залюбить кого-то до смерти, и он сбежит от нас, потому что ему этой любви будет слишком много. Либо недолюбить, и тогда он тоже от нас сбежит, либо будет страдать рядом с нами. Поэтому, когда мы говорим об отношениях, то буду говорить прямо. При коммуникации, при любви к друг другу нам нравятся две вещи. Новизна и неизвестность. Всё. Есть новизна, есть неизвестность, есть та новизна – это неизвестность, которые нам интересны, мы влюбляемся в этого человека. Неважно, это мужчина, это профессор, это женщина, это бабушка. То есть там, где есть новизна и там, где есть неизвестность, которые могут нам дать возможность стать лучше, а мы все стремимся в будущее подсознательно, и поэтому мы друг другу любим неизвестность. И в отношениях будет всё хорошо, если каждый человек будет самодостаточен, а не бесплатным приложением к кому-то. Потому что тот, к кому прикладывается этот человек, он, в общем-то, начинает терять свою энергию, ибо второй, который бесплатное приложение или платное приложение, он начинает его разрушать. Поэтому, когда две самодостаточные личности в друг друге любят неизвестность, то у них есть отношения. И пока в каждом будет неизвестность, это значит, каждый будет идти в развитие, то они друг друге будут видеть это развитие, влюбляться в это развитие. И как мне грустно будет это звучать, что только мы останавливаемся, и нам дают перловку, 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 и мы уже не любим. Поэтому пока идёт развитие, новизна, рост друг друга, мы видим эту новизну, это развитие, и влюбляемся заново, 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 и становимся теми, кем мы не были, и этот человек, который рядом с нами, становится тем, кем он не был, и мы друг друга дополняем, и через резонанс новизны в нас и в этом человеке мы двигаемся в новый. Поэтому я говорю, что если женщина сидит только дома, и занимается только детьми, она деградирует, и мужчина либо ходит налево, либо просто уходит от нее, либо терпит ее и сбивается. Вот так. Счастливый мужчина и счастливая женщина. Ну, я думаю, что важный момент, чтобы реализация шла не только в детях или в семье, а реализация была у каждого своя в чем-то, что вне семьи. И когда он приносит оттуда эту энергию, и ею пользуется тот, кто рядом, и чем больше у вас будет новизны той, которой не знает ваш мужчина и ваша женщина в мужчине, то тем больше будет контакт и интерес, потому что они будут любить друг другу новизну, которой они будут обмениваться и кайфовать от того, что они получают нечто, чего у них не было. Верите ли вы в то, что женщина может тормозить мужчину, а мужчина может тормозить женщину? Да. Как это происходит? Есть такой момент, что когда кто-то пользуется не теми законами, которыми пользуется стоящий рядом или находящийся рядом, если кто-то слишком медленно соображает, медленно реализуется, медленно принимает или является консерватором, живет в своих догмах или ограничениях, либо мыслит через отрицание, он, конечно же, есть тормоз. Но этот тормоз человек выбрал сам себе для того, чтобы не двигаться вперед, потому что у нас выбор есть либо предлагать этому человеку, и он делает, либо предлагать этому человеку, и он не делает. Если ты ему предлагаешь, и он не делает, то худшее, что мы можем делать, это оставаться с этим человеком, потому что мы в этом случае начинаем падать очень низко и разрушать себя. Когда мы тянем, образно говоря, дохлую лошадь, то лучше перемещаться самому, а не пытаться из того коня, который должен тебе помогать, делать обузу. Я знаю, что вы говорите, что секс – это важная составляющая отношений. Ну, я так сказал, в отношениях, на мой взгляд, там есть много составляющих, и если брать настоящее отношение, они формируются уважение, то есть ценность себя и ценность другого человека, они переходят в новизну, в желание развиваться, то есть любовь, и уже выход на следующий уровень получения энергетики – это сексуальность, это секс. И поэтому уважение, любовь, секс, вершина – это секс. То есть некоторые начинают с секса, и если они получают энергию, они быстро ей насыщаются, ну и как бы все, им больше уже ничего не надо. Когда есть уважение, уважение, значит, человек растет, развивается, имеет потенциал, это дает новизну, а эта новизна хочет перейти на следующий уровень, и она должна увенчаться сексом. Если кто-то остался в консервативном мировоззрении, то уважение к нему уменьшается, потому что он не идет в развитие, а для нас основа жизни – это, ну, каждый день – это развитие, это новизна. Он более высокочастотный, чем предыдущий. А значит, мы должны ему соответствовать, а значит, развитие, новизна, любовь, основанная на уважении, потому что ты ценен, потому что ты сегодня не счет, а калькулятор, ты сегодня не калькулятор, ты компьютер. И за счет этого секс – это утверждение и переход на следующий уровень безболезненно. А если он отсутствует в паре, о чем это свидетельствует, как вы думаете? Это говорит о том, что в каком-то из человека либо нет развития новизны, тогда один не хочет этого секса, потому что он его будет разрушать, потому что, к примеру, женщина идет в развитие, и она дает энергетику любви. Это нам дают знать, что о чем-то важном говорим. Она дает ему энергетику любви, и в этом случае, если он ее не будет использовать, то эта энергия его будет разрушать. Если человек не хочет, он не будет заниматься любовью с той женщиной, которая идет в развитие, он упадет налево, найдет низкочастотную, с малым уровнем развития энергетики, и там будет кайфовать, потому что она будет подходить ему. Либо люди не развиваются один, не развиваются другой, и у них секс там, я не знаю, реже, чем Новый год. Или же кто-то хочет секса, но ему будет идти как вампиризм, и тот человек, который идет в развитие, он не хочет секса с этим человеком, потому что тот будет как потребитель. И есть, конечно, секс, который я называю... Мы специально создаем условия, чтобы заниматься сексом с какими-то людьми, чтобы слиться и не идти в развитие, потому что у нас нет глобальных мечтаний, желаний, целей, задач, которые будут нас двигать вперед. А что вы думаете относительно того, стоит ли человека развивать? Что я под этим подразумеваю? Ну вот есть один, он идет в развитие, а другой, ну вот он не хочет. И часто мы такое встречаем в парах. Я буду сразу отвечать, что надо всегда предлагать, надо всегда заинтересовать, но нельзя заставлять, уговаривать, рыдать, истерить и устраивать какие-то скандалы. То есть мы предложили, и человек, если зрелый, он идет, если незрелый, он стоит. И мы относительно многократного повторения, в какой-то момент, когда мы предлагаем и делаем так, как мы считаем нужным, предлагаем и делаем так, как мы считаем нужным, в какой-то момент мы принимаем решение. Мы не идем в развитие, остаемся тоже и деградируем, либо мы принимаем решение, мы уходим и идем в развитие, но без него. Как вы считаете, есть ли какие-то показатели того, что отношения стоит прекратить? Ну, когда люди разговаривают на разных языках. Ну, как я говорю, что в отношениях есть три основных качества. Как ни удивительно, готовность потерять, секс и унисон в мировоззрении, в ценностях и скорости обработки информации. Если нет готовности потерять, мы уже вампиры, значит, мы блокируем возможность этого человека двигаться вперед, а мы не готовы потерять только тогда, когда мы остаемся в первом классе, он переходит во второй, в третий, в четвертый, и нам хочется создать условия, чтобы он был двоечником, как и мы, и оставался здесь. Поэтому готовность потерять, это готовность потерять его старого и приобрести его нового. Это в первую очередь. И уже потом, когда он не идет развитие, готовность его потерять, потому что он не идет развитие, нам это не дает возможности. Когда мы готовы потерять, а значит принять нового, значит у нас по-любому будет секс, он будет интересен, потому что этот человек дает энергию, а мы влюбляемся не в него, а в ту энергию, которая на данный момент в нем То есть те законы, которые он пользуется и реализует И скорость обработки информации, интерес и новизна это то мировоззрение, которое дает коннект и дает возможность, чтобы секс был в общении, секс был в постели и секс был в новизне Хотите чай? Спасибо Да? Нет Скажите, могу ли я получить какие-то рекомендации с точки зрения счастливая женщина, счастливый мужчина? Может вы можете сказать, какими качествами важно обладать или в какое направление смотреть для того, чтобы более развивать свою женственность или мужественность? Ну здесь вопрос, если мы говорим о женщинах, могу говорить только со своей позиции мужчины, как я вижу Как бы там ни было, худшее, что может быть у женщины, это подстраивание, терпение, подавление и обидчивость, нерешительность, скромность, стеснительность, непроявленность Вот это худшее, потому что это разрушает больше, чем если она достает шашку и агрессивно всех рубит в капусту Вот Для мужчины очень важна ответственность, уважение и действие, которые он совершает И если у мужчины нет уважения к другим или у женщины нет уважения к другому, ну к мужчине, то все Вот все, вот все Потому что ценность мужчины только когда его уважают, и если его не уважают, ну как бы с ценностью уже все То есть все остальное не работает Если он хороший семьянин, если он хороший отец, если он хороший любовник, но при этом он терпит то, что к нему в этих всех ипостасях относится неуважительно, он никто Давайте, можно к женщине вернемся на секундочку Те качества, о которых вы говорите, если вернуться немного в прошлое, то, мне кажется, это качества, которые, наоборот, взращивали в многих женщинах Ну, они могут взращивать что угодно, но тут вопрос в чем? Баланс Женщины рождены янскими, им нужно всегда увеличивать что? Женственность, сексуальность и обаяние Я прошу прощения, я имею в виду, что, наоборот, всегда говорили, женщина должна быть терпимой, она должна быть скромной Да, то есть это какая-то как старая парадигма воспитания Ну, я бы так сказал, что по тем временам это было оправдано, потому что скорость развития, скорость трансформации, скорость изменения людей была крайне медленная И на тот момент женщина, даже когда сидела дома с детьми, она, в общем-то, выполняла свою функцию, потому что детей рожали только для того, чтобы они были рабочей силой И, ну, еще в 18 веке, когда рожали ребенка, то он не считался человеком, и его могли просто как котят топить для того, чтобы детей не было, потому что они не могут их прокормить, или они не вовремя То есть это было естественным состоянием, а так как у нас сейчас каждый ребенок – это ценность для общества, и он строитель этого общества, и может быть каким-то, ну, большим и эффективным А не просто рабочая сила на поле или где-нибудь на ферме, то тут совсем ценность женщины, ценность детей изменилась точно так же, как и отношения Ну, то есть, если мы сейчас проговорили качества, которыми лучше бы женщине не обладать, тогда, как вы считаете, ну, наверное, это слишком грубо будет сказать, какой она должна быть Уходим от этого слова, но все же Я все равно буду говорить слово «самодостаточный». Самодостаточность определяется тем, что она уважает себя и ценит себя, но здесь важный момент, чтобы она не ушла в состояние «я мужик, который может для себя заработать денег, который может для себя сделать все, мне мужики не нужны, и вообще я их не уважаю, не люблю, презираю» То есть, это состояние, когда она прячется за тем, что она функцию мужчины переложила на себя и функцию женщины переложила на себя, но функции женщины ее не будет, потому что она не проявляется как женщина по отношению к мужчинам Поэтому, с одной стороны, ей нужно ценить себя, а это иногда нужно быть сучкой, и иногда быть стервозной, выпускать когти, как кошка, но при этом уметь и ластиться, как кошка, и при этом оставаться такой же самодостаточной, как кошка, но и любящей детей, как кошка, которая любит своих котят То есть, может быть, я сравниваю некорректно, но принцип заключается в том, мы любим женщин в первую очередь стервозных, если кто-то говорит, что кто-то любит женщин покладистых, скромных, и стеснительных, то это, ну скажем, мужчина, который вообще потерял свою ценность И он, либо у него проблемы с гормонами, либо он крайне, ну там, две крайности, либо он слишком слаб и хочет, чтобы ему подчинялись априори, либо он настолько силен, что ему должны подчиняться априори И те другие крайности, они неуместны Мы с вами много говорим о развитии, и так классно говорить с человеком на одном языке, когда мы понимаем, что все движется вперед Скажите, я знаю, что вы часто говорите и даете такие, не то чтобы предсказания, хотя бы немного видения вперед относительно того, как будет Можете открыть нам секрет, как бы к чему мы стремимся, к чему идем, чего ожидать? Ну, я бы так сказал, с нашей позиции ожидать в первую очередь гармонии в отношениях, но она будет все время трансформироваться Мы в ближайшем относительно будущем имеем возможность поделиться на две расы, и они будут таким образом Одни ушли в полную низкочастотку и деградацию, другие ушли в более высокий уровень и серьезную трансформацию И между ними будет проложена, ну, скажем, граница невидимая, как в какое-то время между обезьянами и людьми Которая, в общем-то, привела к тому, что мы стали совершенно иными, чем они И это когда-то, ну, в принципе, уже относительно в ближайшее будущее с намного быстрым эффектом может произойти с нами Мы сейчас этого не замечаем, но если дальше будет двигаться все так же, и мы не будем создавать благоприятных условий А это значит, если мы берем государство, основу в государстве это что? Кто-то скажет экономика, кто-то скажет политика, кто-то скажет правильные законы Я скажу, это воспитание детей, это образование детей, это наука И если мы не выполним задачу, чтобы самые дорогостоящие профессии у нас были Воспитатель в детском садике, учитель в школе и преподаватель в университете, в институте То мы деградируем и разделимся на два клана Один это тот, который будет, в общем-то, как приматы И второй, который будет интеллектуалами и развитыми намного больше, чем остальные Дадите какие-то рекомендации, как иметь возможность быть гибким во время перемен? Потому что все же это достаточно такой неприятный процесс Когда старые какие-то законы уходят, новые приходят И я часто люблю такую метафору приводить, что как бамбук То есть есть какая-то внутренняя у нас целостность, но все же быть гибким Как вы думаете, чем важно руководствоваться в эпоху перемен? И я тут с вами соглашусь, наверняка эта эпоха перемен идет всегда И не только сейчас Ну эпоха перемен, это что? Завтра никогда не будет так, как сегодня И не надо спасать Советский Союз, которого никогда больше не будет И не надо его спасать по принципу силового давления Потому что если кто-то с кем-то хочет дружить, то он объясняется в любви и носит цветы То есть не устраивает драку и не говорит, ты должен быть моим То есть принцип очень простой Проявляй гибкость и разрешай людям поступать так, как они считают нужным Но при этом сохраняй те границы, в которых ты находишься Если эти люди будут в унисон с тобой, они автоматически попадут в резонанс И ты и они получат удовольствие А если эти люди совершенно противоположны взглядам, мнения Обходи их стороной, потому что, как говорят мудрецы, хочешь жить хорошо Уходи оттуда, где тебе плохо Скажите, а над какими сферами вы сейчас работаете в своей жизни? То есть я почему спрашиваю? Для меня вы человек, который достаточно уважаю как профессионала Как человека, человек, который всегда развивается Мне очень интересно, что вы сейчас для себя выбираете, какие направления, где вы растете Что вы сейчас для себя уважаете и считаете приоритетным? Слушай, ну всегда я Только я И сейчас работаю над закрытием вопросов с мамой Над той любовью, которую где-то я недополучил, но стал тем, кем я есть И на данный момент пришло время решить, ну вот к этому возрасту Решить вопрос, почему так было и что с этим сделать И ответ был такой, что я из-за этого перешел в фазу спасения других, помощи другим Наработал, наверное, очень много действий в этом направлении А теперь нужно заняться собой и полюбить себя Потому что ту любовь, которую нужно было мне получить от мамы, я недополучил Создал условия внешних возможностей Уже из внешнего нужно создать условия, чтобы я принял себя И как я уже говорил, да, измени себя, и изменишь весь мир И я пришел к тому, что пора бы заняться собой И начать что-то делать для себя Потому что слишком много отдавал другим И когда я изменю себя, то, наверное, отдавать другим буду еще больше И это будет намного качественнее А если говорить в профессиональной сфере То я в большей степени сейчас интересуюсь большими стартапами Где хочу их сопровождать, и мне это нравится Когда я смотрю что-то новое, что-то интересное И вижу там потенциал Я туда вкладываю свою энергию, свои силы, свое видение, свой интерес Свою поддержку И, конечно же, параллельно консультирую Но это уже для меня, наверное, как интересная, но привычная работа Которую нужно делать меньше и больше работать с чем-то глобальным Я очень вам благодарна, что вы выделили время И для нашего канала мы записали такое потрясающее интервью Надеюсь, что мы встретимся еще не один раз И теперь каждому из нас будет есть, точнее, уже над чем подумать И я думаю, что не раз стоит пересмотреть Потому что каждое слово и каждое предложение, которое вы говорите Оно очень трансформационное Благодарю вас Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин